В минувшую пятницу, 1 марта, прошли похороны российского политика Алексея Навального. Тысячи людей, как минимум, как максимум десятки тысяч людей, пришли для того, чтобы с ним проститься и к церкви на отпевание, и к кладбищу Борисовскому, где проходили похороны. Приезжали люди, в том числе, из регионов. Мы более подробно поговорим о роли Алексея Навального, о его убийстве, о его похоронах с политическим аналитиком Фёдором Крашениниковым. Фёдор, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел оттолкнуться, наверное, от слов, как это, может быть, не парадоксально бы прозвучало, от слов Дмитрия Пескова, который сказал в день похорон о том, что нам нечего сказать родственнику Алексея Навального, и мы не можем оценить его как политическую фигуру. Но мы-то с тобой, наверное, можем оценить, давай с этого начнем, оценим Навального как как раз-таки политическую фигуру. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что Песков наврал и здесь, потому что все эти дни и вообще все эти годы трупы кремлёвских ботов с утра до вечера рассказывали нам всё, что думают о Навальном, Путине и Ване. То есть сказать, что они были к нему равнодушны, это из серии вот известные шутки «Я три дня за вами убежал, чтобы сказать, как вы мне безразличны». Безразличны, чего-чего безразличия там не было, даже сейчас, когда он похоронен и уже третий день люди идут к его могиле, несут цветы, всё равно любой, кто зайдёт в социальные сети, он видит там огромное количество каких-то абсолютно помороженных комментариев. Часть из них прикидывается украинцами, часть там какими-то простыми россиянами, часть ещё кем-то. Какие-то и гнусности про его жену, про его семью, про него. Это всё и есть комментарии Вадимира Путина, происшедшего. Ну, а если говорить о Навальном как о политической фигуре, то это, безусловно, человек, который перезапустил оппозиционную политику в России, потому что действительно до него вся политика была в основном сосредоточена в Москве. И ты тоже прекрасно помнишь, что регионы это было какое-то такое не очень интересное для московской политики место. Навальный был человек, который начал ездить по стране, создавать сеть сторонников в регионах. И начиная вот с акции «Он вам не Димон», которой многие не верили, выяснилось, что можно выводить протесты по всей стране. Много раз его команда делала всероссийские акции протеста. И, в общем, апофеозом этого была попытка, точнее не попытка, а скорее акция в 2018 году, когда он выдвинулся в президенты и вёл президентскую кампанию, даже когда его не допустили. Была создана сеть штабов. Всё это создало целое поколение, наверное, людей в России, молодых активистов и не очень молодых, которые пришли в политику благодаря Навальному, которые смотрели на политику его глазами. Он вообще открыл эту историю с Ютубом. И как мне рассказывают в том числе и белорусы, что Тихановский, он видел всё это, работая в Москве, и во многом его проект. Он тоже вырос с переосмысления опыта Навального, что можно создать такой Ютуб-проект, который будет заниматься не просто прямолинейной политической агитацией, а поднимать реальные проблемы, которые беспокоят людей. Навальный, если этого иначе, он был не просто политик, которых ты помнишь, я помню, политики десятых годов, которые обвиняли Путин, они были лозунги, они и говорили, но это почему-то никому не было интересно, потому что люди в регионах не понимали, почему они должны ненавидеть Путина, за что. А Навальный это был человек, который начал рассказывать про коррупцию, про то, как разворовываются огромные деньги. Он пытался объяснить людям, что Путин плохой не потому, что он какие-то идеям не соответствует, что просто он нам не нравится, что не нравится героям 90-х, ну вот вся вот эта пропаганда была. А он показывал, что Путин плохой, потому что он вор, потому что он преступник, потому что он жулик, потому что вокруг него собрались такие жулики-преступники. И это действительно было очень убедительно и разрушительно для путинской системы, и в какой-то момент с ним, конечно, начали очень жестко бороться. Ну а в 2020 году, когда уже путинский режим, как мы теперь понимаем, шел к своей большой цели, к войне, к военной диктатуре, они, в общем, начали с убийством, в том числе и Навального. Там была большая серия у них людей, которые хотели убить. Но и понятно, почему они хотели убить Наваль в 2020 году, уничтожить созданную им структуру штабов. Они это все равно сделали в 2021 году. В итоге к началу, в общем-то, широкомасштабной агрессии в России не осталось ни центров сопротивления, ни лидеров, потому что многие региональные активисты, в том числе, они массово покинули Россию именно в 2021 еще году, до начала войны. То есть уже с начала войны уехали журналисты, уехали наиболее стойкие, а разгром оппозиционных структур начался в 2021 году. Как мы теперь понимаем, это была, конечно, подготовка к ликвидации любого антивоенного движения и сопротивления. Ой, вот сейчас ты напомнил про отравление Навального в 2020 году. Ну, я знаешь, чтобы уточнить, вот загуглил, да, когда это произошло, просто месяц забыл и август 2020 года, в этом же тоже такой символизм, наверное, да, две диктатуры решили задавить как бы протест. Да, да, и события в Беларуси, они на самом деле были, конечно, с этим связаны. То есть понятно, что приказ об отравлении Навального был отдан раньше, там были неудачные попытки, но очевидно, что и события в Аваровске, когда люди очень долго протестовали в одном конце России, и вот этот протест в соседней стране, в Беларуси, он, конечно, тяжело подействовал. На Путин, очевидно, было принято, ну, как-то они акселерировали свои услуги, сказали, давайте свои, как сказать-то, усилили давление на исполнителей и сказали, давайте уже решайте вопрос. Мы видим, как они пытались решить вопрос, чтобы там еще были выборы в Государственную Думу, у него на носу, то есть он планировал, Путин, уничтожить Навального, и не только его, до Думской кампании, отчасти ему это удалось, потому что уже тогда Навальный мог создать право в выборах. И даже сейчас, уже незадолго перед своим убийством, он сформулировал идею, как можно превратить вот эти бессмысленные президентские выборы в какую-никакую акцию протеста, да, что в полдень прийти на участки, и это и есть акция протеста, да. И мы видим, как это работает, потому что сейчас люди приходят на кладбище, где похоронен Алексей, это тоже акция протеста. Все прекрасно понимают, что каждый человек, который принял в этом участие, он тем самым выразил свой протест. И вроде как в этом нет ничего политического, пришел человек на кладбище, да, в этом есть некий протестный жест. То же самое и в этом бывают идеи Навального по поводу президентских выборов. То есть ты просто приходишь на участок, тебя же к этому призывают, но ты просто приходишь в определенное время, в определенный день, когда приходят люди с такими же взглядами, как у тебя. И вы там вот как-то совместно видите друг друга и производите некоторые действия, да. Потому что в условиях диктатуры, в условиях подавления, это, я думаю, актуально и для Беларуси тоже, людям очень важно увидеть, что они не одни, что в этом ужасном состоянии, что в режиме постоянно насилия и террора, они не одиноки, что есть люди, у которых такие же взгляды. Как тебе кажется, почему все-таки приняли решение в день похорон 1 марта, да и сейчас, вот третий день, как мы видим, да, люди идут на кладбище, чтобы оставить цветы, не жестить? Кстати, в регионах, в регионах как-то поболее так смелее себя силовики ведут, а сразу же защищают эти минералы. Не как, не как. Это в разных регионах по-разному. Понятно, что есть регионы, где совсем не пуганные полицаи, которые, есть регионы, где поспокойнее себя, наоборот, ведут. Потому что региональные власти не хотят обострять ситуацию. То есть тоже важно понимать, что есть какие-то идиоты, которые исполняют все, что им говорят, а есть какие-то более умные люди, которые понимают, что если они чувствуют, что это вызовет ненужное волнущение, они стараются лишний раз ничего такого не делать. Это, кстати, касается и всяких провоенных мероприятий. Там тоже на разных скоростях происходит. Кто-то егует с утра до вечера, а кто-то делает вид, что ничего не происходит. Они, я думаю, жестить, конечно, будут, к сожалению. То есть не то, чтобы я хотел запугать кого-то, что всех хотящих на акции людей их фиксируют, и их теоретически, конечно, могут быть проблемы. Но, возможно, для них-то просто была вся большая неожиданность. Потому что они все, что могли сделать, они сделали. Запретили панихиду публичную, гражданскую, ограничили, как смогли вообще все. Заставили хоронить не на центральном кладбище, мягко говоря. Тем не менее, выяснилось, что даже все принятые меры ни к чему не приведут. То есть им теперь что делать? Вот это несчастное Борисовское кладбище закрывать для всех. Там ведь люди похоронят, не только один, Навальный. Это обычное кладбище московское. Что они должны теперь делать? Хватать всех, кто приходит на это кладбище? То есть они сами себя загнали в тупик. И теперь сидят в этом тупике и смотрят, как все это происходит. Для меня очень важно то, что люди идут к этим мемориалам по всей России, зная, что рискуют. А между прочим, всякие военные мемориалы в память так называемых участников СССР, их не то что власть запрещает к ним ходить, они как бы поощряются. Но к ним нет ни очередей, ни каких-то давки, и вообще никакого энтузиазма по поводу путинских героев нет. Я думаю, это, конечно, ужасно раздражает и Путина, и всех, кто занимается пропагандой, потому что совершенно очевидно, что вызывает у людей в России энтузиазм, поддержку, сочувствие, а что оставляет их равнодушными. И вот эти герои СВО, которых с утра до вечера тарахтит вся пропаганда, они, в общем, никому не интересны. На их могилках, если кто-то и плачет, то их, наверное, мать несчастная. Да, и здесь, кстати, я тоже усматриваю некую схожесть. Когда ты сказал о том, что жестить они, скорее всего, будут, мы в Беларуси видим три года. Четыре года почти прошло, с 2020 года они по-прежнему людей, которые выходили туда на протесты, пытаются отслеживать. И здесь по такому же сценарию, скорее всего, пойдут, высока вероятность. Я думаю, они будут решать этот вопрос. Насколько они готовы все-таки к таким массовым акциям Кирова, потому что это все-таки должно быть политическое решение, может им проще сделать вид, что ничего не было. Думаю, они оценят по итогам этого всего масштаб беды, насколько вообще в этом много вовлечено людей, и надо ли затевать. Потому что то, что в Беларуси происходит, это, конечно, какая-то совершенно уже запредельная история. Потому что я слежу за тем, что там происходит. Действительно ужасно, что спустя годы после событий, мы уже сколько, четыре года в этом году прошли те самые выборы в Беларуси, и людей до сих пор распознают, ищут, арестовывают, наказывают. Это, конечно, производит тягостные впечатления. И это действительно заставляет нас думать, а что, собственно, помешает Путину, если он когда-нибудь решит перейти от точечных все-таки репрессий к массовым, у него появится большая база, так сказать, с кем работать. Но я вообще надеюсь, что они на это не пойдут. Уж больно это все будет выглядеть нехорошо. И есть все-таки ощущение, что пока они к массовым репрессиям не готовы. Собственно, поэтому их и застава врасхол, вся эта история. Я думаю, что и сам Путин, и его окружение, они верят, что все это быстро закончатся. Ну, пусть походят с цветочками. Ну, ладно, ну что. Ну, пройдет неделька-две, и все про это забудут, и мы тогда уж подумаем, что со всем этим делать. Возможно, они так себя этим успокаивают. Ну, и еще мы хотели бы с тобой одну тему вкратце обсудить. Но для начала посмотрим мы Сергея Лаврова буквально полминутки, после этого я задам вопрос. Прежде всего, режим, который в Кишиневе обосновался, и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах, и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье. Там люди, которые жили в блокаде, долго... У меня, Федор, когда я слушал вот этот вот отрывок Лаврова, да, когда он говорил, что вот молдавский режим след в след идет по стопам киевского, то у меня сразу такая аналогия возникла. Ну, если, по их мнению, он идет по стопам киевского, то и реакция их должна, судя по всему, возникнуть примерно такая же, как и на киевский режим, как они выражаются. Ну, я думаю, что это скорее запугивание. Эта тема ее обсуждали очень широко, и я тут соглашусь с выводами украинских спецслужб и украинских наблюдателей, что это ничего не будет. Во-первых, потому что в отличие от вот этих всех ДНР и ЛНР у России нет никакого прямого выхода на эту территорию Приднестровья. Таким образом, не очень понятно, как Россия может там усилить свое военное присутствие, если она физически не способна перебросить туда войска, а те войска, которые там сейчас находятся, их очень мало, и они не способны сопротивлению. Кроме того, я, как уже немолодой человек, помню, как вся эта история с Приднестровьем начиналась, и там есть очень важный момент. Приднестровье, это ведь не какая-то территория, где именно вот этнические русские живут и восстали против, значит, тогдашнего молдавского правительства. Там, в общем, очень много украинцев, и эта территория населена, скажем, таким вот русскоязычным субстратом, значительную часть которого составляет как раз украинцы. И без, давайте честно, если посмотреть на карту, Приднестровья и Молдовы, без согласия украинских властей, в то время и все время существования Приднестровья, никого у Приднестровья скорее всего не было, потому что оно имеет огромную границу с Украиной, опять же, связи вот на уровне семей и так далее. Поэтому то, что сейчас делает Лавров, это попытка, ну, очевидно, просто попугать в украинцах и молдовские власти, и Европу, что вот мы сейчас очередной кризис устроим. Я думаю, что ничего они там устроить не могут, если бы могли уже устроили. Прорыв в Приднестровье был одной из целей вот этой войны. Они планировали очень быстро выйти к границам Приднестровья, и тогда бы, конечно, там все тоже полыхнуло. Для этого они так рвались в Одессу, то есть это кратчайший путь выйти к Приднестровью, то есть если кто не в курсе, это реально была одна из целей вот тогдашней операции. Они до сих пор этого так не сделали, и скорее всего границам Приднестровья они не выйдут. Поэтому Лавров давайте свиниться с тем, что он просто очень высокорамбовый пропагандист, который занимается военной пропагандой. Все эти вопли про Кишиневский режим, про то, как они там угнетают всех, уж не знаю, кого они там угнетают, это все попытка отвлечь внимание, воинцы испугались, все войска стали перебрасывать к границам Приднестровья. Глядишь, какая-то польза это выплатит. Спасибо большое. Федор Крашененников, политический аналитик, был на связи с нами.